Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Сегодня в студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И в гостях у нас, наконец-то. Потому что во вступлении всегда мы говорим о том, как создаются премьеры, потом что происходит за кулисами. И ни разу за эти полтора года мы не говорили о том, что происходит за кулисами. Сегодня в гостях художница, я не могу назвать по-другому, гример, театр Новорижский, Сармите Баалоде. Правильно я все сказала? Да, здравствуйте. Доброе утро, Сармите. Ну, вот мы поговорим о том, что происходит за кулисами. Потому что зрителям, конечно, которые приходят в театр, они садятся в зрительном зале, перед ними открывается занавес или включается там уже театральный свет, выходят на сцену актеры. Они видят костюмы, слышат музыку, слышат текст актеров в костюмах, музыку, текст, но еще же есть большая и очень ответственная часть. Мне кажется, с моей жизнью в театре, что гримеры – это такая особенная часть театрального закулисья, потому что актеры доверяют вам свое лицо и свои глаза. Да, и от этого ведь очень многое зависит. От того, какое вы настроение почувствуете у актера. Потому что костюм ший, и он ходит в нем все время. А ваша работа, она каждый вечер, перед началом спектакля, помочь актеру найти то состояние его, даже вот не тот образ, который когда-то был придуман, а вот то состояние актера именно в сегодняшний вечер. Почувствовать, какое у него настроение, помочь ему, помочь ему настроиться на спектакль, на роль и выпустить его на сцену. Это такая очень особенная роль. И я помню, что когда я работала во МХАТе много-много лет назад, то гримеры, в общем, это был такой золотой запас всегда МХАТа. Ну, там все службы очень ценились, но гримеры всегда были немножко на особом счету. Это так здесь тоже или как? Ну, это надо, наверное, другим спрашивать. Но я сначала хотела сказать, мы сейчас про театр говорим, да? Но вообще-то я гример кино. Я начала работать на Рижской киностудии в 1975 году. Это очень-очень давно. И у меня был учитель Яан Исрииба. Первая картина с ним была. Ну, я как помощник, конечно. И тогда я знаю, что он мне сказал, запомните на всю жизнь. То, что происходит в гримерной, там и остаётся. То есть мы об этом говорить сегодня не будем. Нет, ну, знаете, время проходит. Сейчас уже другое время, да. Тогда это было как... Ну, у нас такой замкнутый круг был очень, да. И вообще действительно о том, что происходит в гримерной, не говорят, да. Но сейчас уже как-то я в театре, да. Всё, кино, время, такое, как было Рижская киностудия, это уже прошло, да. Но всё-таки я это помню, что за дверями не надо выносить то, что происходит, да. Вам доверяют просто очень. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что актёры знают, что я не буду фотографировать и в сетях не поставлю никакие фотографии. Что я... Ну, что у нас... То, что у нас, то у нас. Раз мы вернулись к тому, с чего всё началось. Ведь многие люди не знают, что в театре есть разные профессии. И вот как становятся гримером? Ну, вот вы пришли из кино. А как вы в кино попали гримером? Вы чему-то учились, как-то это было? Или вы просто сама в юности захотели этим заниматься, почувствовали в этом что-то? Знаете, это очень странно было. Я училась в училище прикладного искусства, да. И у нас была практика. И мне там очень не понравилось. И мне сказали, если не нравится, ищи сама, где работать. И на четвёртом курсе я была. И я не знаю, как это случилось, но я поехала в Рижскую киностудию, в Шмерлес. И сказала, что вот у меня практика, и я хочу работать. Ну, вот этот самый Ян, с которым я работала, он без колебаний меня принял. Таким сначала подмастерьем. Да, 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 конечно. И потом уже ты научаешься профессии в процессе. Знаете, я стояла у кресла, у актёра, ну, полгода, я думаю, что я просто стояла и смотрела, что происходит, что, как, ну, и впитывала в себя и атмосферу, и то, что делается. Ну, это у меня совершенно чужой мир был. Так что я в театр ходила и кино смотрела, и всё. Но то, что происходит за, ничего не знала. Ничего. И тогда я просто как, ну, как ученик стояла, смотрела. И тогда уже что-то, массовка была, тогда что-то уже могла сама сделать, и всё. Ну, это всё очень-очень постепенно. Сейчас всё происходит быстро. Все сразу работают. Ну, я говорю, это другое время. Да. Для меня киностудия была золотое время. Я и узнала много русских актёров из Ленинграда, из Москвы. Ну, какие фильмы вот вы работали? Расскажите. Потому что, мне кажется, это будет интересно. Ну, сразу могу. Я как помощник ещё у Янысу была. Долгая дорога в дюнах. Это то, что все знают. Большой сериал, много. Большой сериал. И первый сериал, который был такой на Рижской киностудии. И мы все были взволнованы, потому что, ну, как так долго? Это было два раза по девять месяцев, да. И так долго друг с другом. Всегда так, ну, было два месяца. И всё уже другая группа, всё другое, да. И всё меняется, и как-то... Ну, на киностудии это было, что каждый день другой, каждая картина другая. И мне это очень-очень нравилось. А здесь вас немножко начали приучать к театральному. Да. И сначала, когда кино закнуло, исчезло просто, да, у нас. Ну, что, надо было что-то делать. И меня, ну, как случайно пригласили. И тогда ещё Алвес не был худруком, но был... Нет, это был спектакль Алвеса, да, но он ещё, как сказать, театр ещё не был создан, как его театр. И я пришла, я думала, это, ну, временно. На один спектакль вас позвали. Да, да, да. Это временно, ну, всё, нет, 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 будет кино. Но вот как-то уже 28 лет я в новом Рижском театре. Я сейчас немножко вернусь долго к дороге в Дюнах. Ведь там очень интересно, там же актёры играли в течение двух лет, а играли целую жизнь. Да. И это же надо было делать, делать из них молодых, а потом как-то другой возраст, и потом уже постаревших актёров. То есть у вас была такая большая школа на этом сериале, наверное, ещё. Да, школа была, но сейчас я смотрю, когда вот сейчас смотрела, ну, многое не так, как надо было бы. Я сейчас своим глазом смотрю, да. Просто, знаете, тогда у нас средства, которыми мы работали, материалы, материалы, да. Технологии. Технологии. Клеи всякие. Клеи, всё было. Придумано самими, наверное, больше, чем. Ну, да, да, придумывали, как снег делать искусственный, и так, чтобы, ну, там, крупные планы, что вот снег налицо, да. Там яичный белок брали и сахар, да, и делали там всё. Ну, это был очень творческий процесс вообще-то, да. А сейчас это всё можно купить? Да, всё можно купить. Только надо знать, как использовать, и, ну, это профессионально делать. Значит, с 75-го года по начало 90-х, я так понимаю, да, это было кино, сериалы, много знакомств, много разных режиссёров, актёров. И выезды, наверное, да, тоже? Да. Ну, в общем, была такая жизнь особенная. Да. А потом, когда началось другое время, вам повезло, вот вас пригласили к Алвису Херманису работать. Да. На его первый спектакль, ну, на один из спектаклей. Ну, это не был первый. Ну, ваш первый, вот так скажем, ваш первый спектакль с Алвисом Херманисом. И с тех пор вы работаете в Новом Рижском. Ну, вот, я, наверное, сейчас поспрашиваю про Новый Рижский театр. Потому что это, конечно, легенда. Ну, во всяком случае, в русскоязычном пространстве это точно легенда. Сегодняшняя легенда. Да. Так и есть. Потому что он ворвался со всеми своими спектаклями в конце, во второй половине 90-х, вот в русский театр, в то международное, так сказать, фестивальное сообщество, которое было в России. И он, конечно, всех удивил очень своими сценическими решениями, своими постановками. И для меня это большая честь, что всю первую половину 2000-х я, собственно, и занималась организацией гастролей Нового Рижского театра в Москве. И тоже была влюблена во все спектакли, которые мы привозили. Для меня это было все очень важно. Для вас, вы можете вот сейчас, это длинный путь, 28 лет. А какие бы спектакли вы вот так вот вспомнили, которые для вас были важны? Ну, для меня самый первый важный спектакль – это «Чайка». где были маленькие куколки, актеры играли с куколками, да. И я все лето делала парики. Это все у меня вручную было, я все делала сама. Летом звонила актерам, примеряла, как это все будет. И осенью надо было быть всему готовым. Надо все было, чтобы готовым было. И самое, ну, как сказать, ну, нервное это для меня было, что Ауэс сам играл, да. И ему парик и все. И, конечно, я просто сделала и пришла. И когда он сказал, да, да, это да. Ну, это что? Это самое большое счастье, да? Самое большое счастье. И таких счастьей вообще у меня много было. А еще какой потом спектакль? «Чайка», да, тогда. Ну, такое, где я больше всего работала. А, еще «Ревизор», конечно, да, там тоже делала парики, там все было. Там же все образы были такие. Да, образы, все. Люди были как куклы, на самом деле. И знаете, как это было, что, например, с Гуной, да. С Гуной Зарени, которая играла Громичхо. Да, да. Анна Андреевна. Анна Андреевна. Как-то сначала мы еще даже фото делали. Даже на журнале было фото. И как-то я не могла как-то найти и что-то, как-то сделать, чтобы было... Ей понравилось, мне понравилось. И, конечно, самый главный режиссер. А вы с Вихером несу, чтобы тоже понравилось. И я не знаю, какой-то третий, четвертый спектакль, ну, уже был, когда мы постепенно только находили еще такой момент, еще линия губ такая, там брови вот еще другой, ну... Направление чуть-чуть. Направление другое, да. И это не было, что вот на премьере, все, у нас готово. Даже сейчас вот Девинч Пейла, где Гуна играет в волосатого... Где она играет поэта. Да. Целый монолог. У нее практически моноспектакль. Моноспектакль. Ну, практически, действительно моноспектакль. Полтора часа, да. Полтора часа, да. Где она в образе старого поэта-алкоголика. Да. Будем честны, да? Да, 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 да. И, знаете, вот сейчас даже несколько спектаклей тому назад мы еще находили еще. Давайте попробуем то, то, то. То, что у нас на премьере не было. То есть образ растет вместе с актером. Растет, да. И не только внутри, но и снаружи тоже. И снаружи тоже. Но потому что мы же, мы меняемся. Спектакль играется, ну, много лет, да. Я другая, актер другой. И что-то, ну, руки, руки что-то сделают, друг что-то делает. То, что я не делала, да. Ну, есть у нас рамки, конечно. Но это, как я говорю, ничего, ну, акмены на ветерстве. В камень ничего не записано, да. Мы можем все-таки как-то чувствовать, да? Чувствовать, да. Каждый день вот этот меняющийся. И это то, что мне нравится в театре, что можно что-то еще менять. Кино, как сказать, язык на экран не повесишь. Ты что сделал? Сделал. Не сделал. Никому не расскажешь, что у тебя там было плохо. Актер не так опаздывал. То, 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 что ты выпустил, что сняли, то и есть. Зафиксировали. Зафиксировали. Все. Так что в каждом, в театре есть, ну, такие вещи, которые мне очень нравятся. И в кино тоже. А вы сейчас в кино работаете? Ну, я как-то определилась, что я не буду больше работать, потому что, знаете, очень трудно совместить последнюю картину, когда была «Тайус Нактс», в которой я работала. Это «Ночь отца». Да, да. Это вот знаменитый фильм «Два года назад», который была премьера осенью. Да. Про Яниса Липки. Да, да, да. Мне очень трудно было совместить, потому что в театре никто не думает о том, что у меня съемка, и у меня надо с Тукумса или с какого-то другого места ехать на спектакль. И в кино тоже. Никто не думает, что вам надо ехать на спектакль. Да, да. И знаете, я как-то почувствовала себя такой продажной шкурой. На театре. Потому что я не могу заставить ждать актеров себя, да, что вот они уже сидят, и я только прихожу. Я всегда, мне нравится, что я всегда раньше, я их жду, мы уже готовы, все. На меня нельзя ждать, да. Но все-таки я сейчас только что согласилась на один сериал с Гуной. С сериал? Потому что Гуна. А, потому что с Гуной, да? Да, да. Потому что она для вас, значит, больше, чем просто актриса театра. Она у меня, ну не у меня, она вообще особый человек, да. И, ну, мне с ней нравится работать, интересно. Она такая творческая, она просто может, она может других поднять. Поднять и как-то заставить, ну, нельзя сказать, заставить, но вдохновить, вдохновить, смотреть, искать. И для вас, и для художника тоже такое сотворчество, да? Это мне очень нужно, да. А я спрошу тогда и всем расскажу секрет, который никто, конечно, не знает, потому что программки читают мало кто подробно. Да. Ваша же работа очень большая и серьёзная в этом сезоне была, ну, в прошедшем сезоне, год назад. Это, конечно, нашумевший белый вертолёт. Да, да. Ваша работа с тремя актёрами. Да. И в том числе с Михаилом Барышниковым. Да, да. Все всегда интересуются, как он так похож на папу. Но при этом вы же оставили ему его лицо. Конечно. Там же нет такого «нарисуем на вас». Нет, нет, нет. Это и не была идея Аувиса. Нет, нет, нет. Но при этом какое-то фантастическое сходство. Как это? Как это вот так получается? Ну, актёр сам это делает. А вы только помогаете ему чуть-чуть. Я только помогаю. Я только помогаю. То, что на сцене вообще актёром. Я только помощник. Я могу, ну, вот, предложить, вот сделаем так или так. Актёр или отказался. Нет, я хочу по-другому. Я, конечно, я предлагаю, но я заставить никого не могу, что вот нет, будем делать так. Ну, и в конце концов, всё равно окончательное решение за режиссёром. Конечно, да. Ну, режиссёр был. Вы можете пробовать, но окончательное решение всё равно за режиссёром. Правильно? Да, да, да. А как вот актёры выдерживают этот марафон из десяти спектаклей? Очень трудно. Тяжело, наверное? Каждый день играть один и тот же спектакль. Да, да. Но у нас, знаете, у нас уже был ритм. Миша очень рано приходил. Я ещё раньше, да. Так что день уже у меня где-то с четырёх часов начинался. Театральный день. Театральный, да. И мы как-то, ну, мы так спокойно жили так, чтобы... И я вообще-то и должна в каком-то мере, ну, оберегать актёра. Я закрываю гримёрный, чтобы не заходили. Не беспокоили. Не беспокоили, да. Если он хочет, открываем дверь. Если... Ну, я делаю всё, чтобы он чувствовал себя хорошо и так, чтобы он мог работать. Настроиться. Настроиться. И надо учиться молчанию. И надо уметь разговаривать тоже. И надо уметь разговаривать, да. Когда я работаю, я не хочу разговаривать вообще. Ну, бывает, ну, что как-то. И мы вообще с ним молча работали. Сколько по времени занимает подготовка к спектаклю? Ну, у нас был парик мы. Я сама сделала ему паричок, да. И парик, и лицо, и всё. Но, знаете, не так уж долго это было. Где-то за 40 минут мы справлялись. Ну, да, это недолго. Это для такого образа, другого совсем. Нет, 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 это недолго. Ну, вот у вас трое актёров. И каждый знает, что, например, Миша приходит первый. Потому что ему это нужно по его жизни, по его графику, потом ещё в этом походить. Да, походить, да. Ему это удобно. Да. А есть же, наверное, актёры, которые хотят в последний момент это сделать, да? Да. Которые говорят, а я последний пойду. Да, я знаю, да. Такое есть? Конечно. Конечно. Которые не хотят ходить долго в этом образе. Которые хотят быть собой. Да, и сразу на сцену. И сразу. Гуна точно такая. Она хочет в последний момент. Да, да. Она приходит, мы всё успеваем, и она выходит. А вот я спрошу, мне очень интересно, сейчас есть вопрос. У вас же был спектакль «Отелло» в Новорижском театре. Вы на нём тоже работали? Да, работала, да. И Андрис Кейш играл «Отелло». Да, да. И он был мавром? Да. А сейчас, видите, как в Америке, сейчас все, и в Европу прикатилось это, что нельзя красить актёров в чёрный цвет, пусть играют, какие есть. Вы слышали об этом? Да. Это какой-то отказ от образа художественного в пользу какой-то социальной справедливости? Ну, это глупо. Ну, я вам скажу сразу, это просто глупость. Ну, как, как, «Отелло» мы знаем, это образ, это… Ну, можно всё делать. Конечно, можно сидеть дома и читать книгу. Это, может быть, даже неплохо. Но как, если «Отелло», значит, ну как, это образ. А там что, какие блохи надо искать, скажите? Да, ищет блох, не красить лица в чёрный цвет. Ну как, ну нет, ну нет, ну нет. А вот как актёр тоже, вот он приходил, и сколько вот это время занимала подготовка такого образа? Ну, вот у нас это было долго. Это длинная была работа, да? Длинная, и Андрес очень, он актёр, который всегда очень точно приходит, очень вовремя. Ему не нравится спешка. Он очень, ну, вот у нас две группы актёров. И он очень-очень подробно, наверное, и всё, он помнит. Бывало, что вот я что-то вот сделала и там высветляю или что. Ну, как-то вот не сделала. А это не будет? Он всё помнит, что вы делаете? Он контролирует ситуацию. Да вы что? Конечно, он всё помнит, да. Он помнит, и он знает, что мы делаем. Он видит всё, что у меня на столе, я всё делаю. И он вот, это не было ещё. О, да, не было. Ну вот, так что. Да, это был трудный спектакль. Это и лицо, одним гримом лицо мы делали, волосы. Потом тело. Ну, это всё, это очень трудно. Несколько часов. У меня был спектакль, наверное, да? Да. Там, ну, два, так, это лицо, всё вместе где-то час сорок примерно. Больше полутора часов занимала только подготовка грима к спектаклю. Да, да, да. Да, да, да. Хорошо, вот мы поговорили про белый вертолёт, но у вас там трое актёров. Да. У вас ещё есть Гуна. Да, и Каспарс. И Каспарс. Но у Каспарса там как-то нельзя сказать, что он как-то там меняется. Нет, ничего не меняется. Нет, 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 нет. Просто нормальное лицо и всё это там. А ещё мальчики там есть? Мальчики, да. Охранники. Да, да. Гвардия папы. Да, они тоже идут как, сами что-то напудрят и всё. Да, да, да. Я вот хотела тоже спросить. Ведь многие актёры сами гримируются, наверное. Да. Многих, ну, когда нету какого-то специального художественного решения, то актёры просто готовят себя к сценическому свету. Это путь к роли. Я говорю, что надо, всем надо пробовать учиться это делать, потому что, ну, как Вилл из Даудзинча, который сам, у него есть комплект свой, грим-комплект, всё у нас сделано, что он сам работает. Он говорит, я тогда уже в это время вхожу и чувствую, и сам своё лицо знаю. Вот Обломов у нас был, да? Да. И в Обломове... В Обломове играл Гундер Сабб. Играет. И ещё будете играть сейчас, да? Вот как раз в конце месяца будет, да? Гундер Сабб Оленьш Обломов. Да. А Вилл из Даудзинч Захар. Слуга. Да. Ну, вот какой он выглядит, как это всё. Склопоченный. Да, 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 такой. Делала ему парик. Делала баки, всё это делала. И первое лицо я делала. Да, мы думали, как мы... Ну, создавали образ, который я уже сейчас не делаю больше. Он сам. Вилл из что-то делает. Иллзе помогает, да, делает. Это вторая ваша коллега, да? Да, моя коллега, да. И я уже не контролирую ситуацию. А Гундер Сабб вы гримируете? Да, да, Гундер Са, да, да. А вот спектакль Сони у Гундер Са, тоже ваш? Сам он парик делала я. Это же женщина, он играет женщину Соню. Он тоже актёр, который просто не может сидеть спокойно. Ему надо тоже руку к своему лицу приложить. Как я говорю, ну, давай делай уже эти цешины, страдания свои, да? Он тогда рисует себя и всё, он знает. Он, Биллис Далдзинч, Гундерс, это актёры, которые очень хотят себя гримировать. И они это делают, и отлично делают, да? Ну, и вы можете подойти только в какой-то момент, что-то посмотреть, что-то помочь. Нет, ну, я помогаю. Я вообще, я их третья рука. Но им это просто нужно для того, чтобы настроиться самим. Да. То есть у них вот такой способ работы. Да. Хорошо, а что молодые? Как молодые ребята себя вот ведут? У вас же сейчас студенты начали работать в театре. Да, да, да. Как молодые к гриму относятся? Ну, пока ещё никак, по-моему, не относятся. Нет, ну, они вообще, у них на сцене сейчас три спектакля, которые как спектакли, да? Ну, они вообще-то хотят что-то в каждом делать, да? Что-то себе, что-то, например, там, Герд сам придумал, что ему надо паричок. Ну, тогда мы подбирали, смотрели и пошли к Алвесу и говорим, вот, принимаешь, не принимаешь, как это будет? Нет, нет, они хотят что-то делать, да. Ну, и потому я там есть, я помогаю просто им и рассказываю что-то, и так. Но таких уроков грима у нас нет. И я просто, когда лично приходят, мы там можем поговорить, что-то сделать, как-то подобрать какие-то. Ну, или паричок, или там, если усы хотят, или что. Ну, мы так можем, так спокойно. Просто образ вместе с вами придумывают, а дальше уже смотрят. Потому что я тоже хочу спросить. Да, сейчас ведь театр очень часто вообще отказывается от какой-то вот такой вот театральности, визуальности. Это не хорошо, не плохо, это просто вот такое есть направление в театре, когда нету костюмных ролей, когда нету какого-то очень ярко выраженного портретного грима, которого часто раньше добивались. То есть, да, если уж толстой, так с бородой большой, там, или что-то ещё. И сейчас такой более лёгкий визуальный театр. Это не говорит о том, что он пустой, но он лёгкий с точки зрения внешних проявлений. Как вам кажется вообще актёрам, нужно знать вот эти вот всё равно основы работы в костюмах? Потому что вот кринолин, ведь его надо уметь носить. Конечно, это часть профессии. Если ты меняешься внутренне, то и снаружи ты всё-таки должен быть, ну, хоть характер придаёт брови. Да. Может быть, брови нарисовать или не нарисовать, или убрать даже, да. И если даже там чуть-чуть длиннее сделаешь, уже ты смотришь, уже другой человек. И характер уже другой, да. И вот, конечно, надо. Всё это надо знать. Я просто сейчас посмотрела спектакль, который идёт в Национальном театре «Гордость и предубеждение», где трое актёров из группы «Квадрифронс», которые, в общем, играют совсем всё другое. Вдруг мне показалось, что они так хорошо существуют в этих костюмах, которые придумали там. И я не могу сказать, там грима, по-моему, особого нет такого, да. Но костюмы действительно отоцелают к той эпохе начала XIX века. И они в них очень хорошо существуют. Я на это обратила внимание. Мне было для меня это любопытно, потому что я поняла, что актёры чувствуют всё равно и своё тело в других обстоятельствах. И то, как это на сцене должно существовать. Вот, сейчас вас фотографируют на память. И я хотела спросить тоже про всё-таки вернуться опять к Новому Рижскому театру, к нашим любимцам. Любимцам, в общем, долгие годы мы вспомнили Виллиса Даудзеншева, мы вспомнили Гуну Зариню, Байба Брока. У неё вчера и сегодня спектакль. Ну, как премьера, у неё премьера роли. У неё премьера, да. Вот, и она же... Я посмотрела недавно спектакль Дукши, который уже давно идёт. И у неё там очень интересный образ тоже. И вроде с нашей современницей, в то же время это совсем не Байба. Я вообще заметила, что в этом спектакле Дукши там играют четверо артистов, которых я хорошо знаю. Но когда они вышли на сцену, я их не сразу узнала. Я так сказала, неужели это Герц Крумминж? Да, чуть-чуть темнее просто. Просто немножко другой и сразу как-то и другое у него движение. И как-то он даже говорит немножко по-другому. А вот спектакль «Долгая жизнь». Да. Там был грим? Нет. Вот я про это хотела спросить. Это какое-то другое волшебство было. Это актёры. Я говорю, грим – это помощь, если нужна. И по стилистике, как это всё. Это режиссёр, как задумал спектакль, как... Ну, это... Как скажешь? Слово не могу найти сейчас. Но «Долгая жизнь» они... Сначала было задумано, что вот будут все наклейки и старые, и всё. То, как было в ревизоре, да? Там образы такие были специальные. Они всё это могли сыграть. Они сами всё это делают. Совершенно сами всё это делают. То, что никто не верил, что вот на поклон выходят молодые люди. Да, потому что спектакль игрался. И вот старенькая, с косичкой, старенькая бабушка – это гуна. Но она это всё может. И вот эта такая странная, полная женщина, такая, которая может, в общем, снять мужа со стены зависшего. И это тонкая, хрупкая, совершенная байба юная. Да. Актёры, они всё сами могут сделать. Я только могу помочь. Ну, а хорошо. Ведь многие девочки сейчас, наверное, тоже мечтают и о театре, и о кино. И ведь не обязательно быть актёром или актрисой. Ведь это такой художественный процесс. Вот как вы вот сейчас, оборачиваясь на эти 28 лет, для вас это соучастие в спектаклях, это вот художественные высказывания, то, что вы делали своими руками многое. Это же, наверное, такой процесс творческий, который, в общем, подобен художнику, который творит в мастерской. Просто у вас другие, как бы сказать… Я с людьми. Да, у вас другие полотна. Да. Да, у вас люди. И это очень интересно ещё в общении, наверное. В общении, да. И, знаете, за это время, ну, это моя семья сейчас. Моя семья, мои люди. Я чувствую их хорошо. Я счастлива в своей профессии. Ну… А путешествия? А, ну, конечно. Костроли же ещё, наверное. А в скольких странах вы были? Не знаю, не знаю. Ну, а куда вот самое такое экзотическое? Ну, самое, конечно, Новая Зеландия. Да? Да, да. Это было… Ну, я же никогда, как я сама, это страшные деньги, во-первых, да. Я в Новую Зеландию никогда не поехала. А меня отвезли. А Чили или ещё что-то? Были вы? Нет, я не была. Вот там была долгая жизнь. Да, в Новую Зеландию. Да, да, да. Но всё равно Америка, наверное, да? Европа. Канада. Канада два раза была. С звуками тишины и с ревизором. А звуки тишины ведь тоже какой был интересный спектакль. Да, да. Эти образы 60-х надо было придумать. Да, да. Как бы живые люди из той почки. Конечно, да. Да, да. Ну, я это время помнила, конечно, да. Но актёрам это было не их время, конечно, да. Все… А, ну, Регина могла помнить это время, да. Но все другие ведь молодые были. Алвес. Ещё два слова про Алвеса. Для вас Алвес – это то, что составляет этот театр. То, что он придумал, сделал и воплощает из года в год, да? Эти вот… То, как он придумывает сезон. Ведь у него логика есть в построении репертуара всегда очень точная. Он знает, что он хочет сделать. Ну, наверное… У меня такое впечатление есть. Я не знаю, что у него в голове. Да, но у меня такое впечатление по тому, как я смотрю за темы, какие премьеры он там решает сделать. Мне прям понятно, что у него каждый сезон он точно знает, о чём он хочет сказать. Да. И приглашает режиссёров, тех, которые будут попадать в это. Да. И даёт возможность что-то ставить. Угу. Для вас это тоже такое партнёрство многолетнее, которое для вас важное. Да, знаете, у нас так, что он очень точно всегда мне задаёт задание. Вот надо то, то, то. Он своё. И я… Это, ну, например, 12 стульев у нас было. Задание, конечно, это время, да, это чтобы стилистика была, это, да. Но он и очень много мне разрешал свободу. Угу. В рамках, свобода в рамках, да. Я приходила, вот сделала один там другой парик, показываю. Ой, нет, не то. Нет, что-то или краска, или цвет не тот, или как. Ну, что-то давай думай, что-то другое, да. Да, тогда всё отлично, хорошо, да, да, всё отлично. Ну, в таком смысле с ним очень хорошо работать, потому что он даёт задание. Не так вообще что-то будет, и тогда это не так, это не то. Задание у меня есть. И заранее, да, чтобы у вас было время подготовиться. Очень заранее, например, с Барышниковым мы, ну, делали пробы, где-то год до премьеры, да. Да. Да, делали пробы, смотрели, как парик или нет. Или Миша уже говорил, что он сам будет высветлять и красить волосы, да. Ну, это, конечно, нет, да. И это всё у Алвеса, всё очень заранее происходит. Не так, что вот последний вечер. Мы примем решение, да. И да, вот ничего ещё нет, и надо это всё очень-очень заранее у нас сделать. То есть у него есть образы спектакля, которые он будет ставить, пусть даже через год, но они у него ездят очень заранее, да. Да, да, да. Ну, знаете, я хотела сказать, что мой театр – это мои актёры. Режиссёр, конечно, это, ну, это царь и бог. Лидер ваш, да. Да, но мой театр – это мои актёры. У вас их сколько? Сейчас студентами 23, по-моему. Могу соврать? Нет, больше, наверное. Наверное, больше там 10, 15, 25, 15, 16. И плюс ещё приходят ведь актёры играть, которые уже не в группе, но которые приглашены, которые работают на каких-то рамках. Театров, что очень прекрасно. Полезно. Полезно и прекрасно. И да. Ну, хорошо. Тогда здоровья и счастья вашей семье, вашему театру. Спасибо. И вам интересная работа. И пусть открываются границы, чтобы были снова театральные путешествия. Да. Очень хочется уже, правда? Да, это уже очень хочется, да. Действительно. И следите за продажами билетов, потому что спектакли вот и обломов, видите, в конце месяца, значит, ещё можно будет увидеть этот спектакль. А переводил этот текст сам Гундер Саболинш когда-то, и он книгу теперь выпустил несколько, два, по-моему, года назад, перевод свой обломов на латышеский язык. И приходите до Виншпилла посмотреть на Гуну Заренью. Такой очень особенный спектакль. И Соня, любимый всеми, был когда-то в Москве очень любимый спектакль. Спасибо большое, Сарми. Спасибо, Жаня.